Мэр Магадана Юрий Гришан вместе с архитектором и скульптором обсудили стелу «Город трудовой доблести». В ходе рабочей встречи поговорили о месте установки и о материале. Специалисты займутся разработкой эскиза. «Пока склоняемся больше к тому, что это будет металлическая конструкция, чтобы с сейсмикой не было проблем, под тяжелыми гранитными вариантами. Нащупываем идеи, общались с художниками, выработали заранее интересную будущую концепцию для того, чтобы местные художники, владеющие материалом, имеющие авторскую технику, отрисовывали непосредственно сцены, которые будут запечатлены. Но наша задача будет перевести в твердый материал – алюминий, бронзу, нержавейку, чтобы сохранилась авторская манера графики и тему была изложена». Напомним, в мае этого года областному центру присвоено звание «Город трудовой доблести». Во время Великой Отечественной войны наш край был фронтом ударного труда. Колымские труженики в эти годы дали стране 55,5 всего добытого золота в СССР, а предприятия поставляли одежду и продовольствие для горнорабочих. Как отмечают специалисты, такая стела должна быть на въезде в Магадан. Срок окончания работ – 22 сентября 2022 года, день окончания Второй мировой войны. Началась подготовка лыжных трасс. Одну из них проложили на Гроховом поле – 2,5 километра. Так как снега пока мало, трассы небольшие. Однако любители лыжного вида спорта уже могут открыть сезон. Для прокладки трасс используют специальную технику – ратрак. Его направили в лыжную долину. Однако есть и сложности в этой работе. Вчера буквально проложили лыжную трассу. Ну и тут же, буквально сегодня с утра приходим, смотрим, поправляем трассу. Уже прокатились по лыжной трассе любители экстремального зимнего вождения по этим трассам. Нет возможности пока перегородить этот, потому что отсутствие снега и масса других причин. Нет возможности перекрыть полностью трассы лыжные, огородить их, по крайней мере, от желающих покататься на машинах по этим трассам. Так что убедительная просьба, багаданцы. Ну, как-то воздержитесь от этого желания. Есть масса других видов экстремального вождения. Ну, по крайней мере, не в тех местах, где массово отдыхают любители спорта. Трассу нужно поддерживать каждый день, отмечают специалисты. В настоящее время в спортивной школе обучаются более 200 воспитанников. Уже совсем скоро маленькие любители этого вида спорта смогут выйти на лыжню. На этой неделе завершится всероссийская перепись населения. Осталось совсем немного времени, чтобы в ней поучаствовать. Это можно сделать дома, дождавшись переписчика, на переписных участках или на портале госуслуг. Для чего нужна перепись населения и нужно ли принимать в ней участие? Редакция «Вечернего Магадана» провела опрос у жителей Магадана. Скажите, а как вы относитесь к переписи населения? А вы знаете, что ко мне никто еще пока не приходил. А сами считаете, это положительное? Понятия не имею, ребята. Не знаю. Придут, значит, все скажу им. Но они никто не приходили. Хотя я живу одна, я с удовольствием с ними поговорю. Ну, думаю, что надо, наверное, переписать после ковида. Все-таки полезно. Полезно. Обязательно надо. Потому что люди мрут. Коронавирус. Обязательно. А почему? Чтобы знать все точные факты нашего населения, сколько нас проживает. Это очень, ну, это нужное дело. И правда. Скорее всего, надо. А зачем? Ну, чтобы узнать, сколько человек живет в стране. Ну, да, в стране. Ну, наверное, я считаю, надо. А почему? Ну, просто должны жители, наверное, знать, сколько у нас людей живут в нашем поселке или городе. Мы должны знать, сколько нас. Конечно, обязательно. А зачем? Чтобы мы знали, сколько населения в нашей стране. Ну, не знаю. Просто нужна, да? Да. Ну, я считаю, что надо. А зачем? Ну, не знаю, статистику, наверное, наше государство ведет. Сколько у нас пожилых, сколько детей, сколько... Ну, в общем-то, я как бы не против. Ко мне вот девочка приходила. Вообще, пять минут это заняло времени. И все нормально. На самом деле, чтобы знать численность населения в нашем городе и понимать, сколько жителей города Магдана, может, уехали или, наоборот, наполняемость нашего города. Нужна, нужна, конечно. Почему вы так умеете? Ну, учет, чтобы был, потому что давно не переписывали. Обязательно надо. Я уже пересписался. И сын будет заниматься переписи. Так, чтобы переписывали. А для какой цели? Для какой цели? Как? Чтобы планировать нашу жизнь на будущее? Думаю, что это необходимая мера, потому что благодаря данному нововведению мы сможем узнать точное количество проживающих на нашей территории граждан. Редактор субтитров А.Семкин